На территории Сергиева-Посадского городского округа наблюдается рост количества пожаров по сравнению с прошлым годом. С 1 января текущего года было зафиксировано 778 пожаров, к сожалению, некоторые из них с трагическим исходом. 9 человек погибло, 12 получили травмы, из них двое детей. Были внесены вопросы по принятию мер профилактических, именно направленных на снижение пожаров и гибель людей на них. В основном, основные загорания у нас происходят, это частный сектор, садовые товарищества, деревни, и гибель основная происходит именно там. По причинам, основные причины, это у нас неосторожное обращение с огнем, неправильная эксплуатация, нарушение требований эксплуатации печного отопления и, соответственно, человеческий фактор. У нас очень много сантенны территории, в них очень много пожаров. Пожаров почему? Потому что топятся какими-то печками, какими-то, я не знаю, конвекторами, горят очень много домов, при этом там погибают люди. Вообще ответственность, конечно, лежит на людях, но будем еще раз рассказывать, доводить до каждого, стучаться в каждую дверь о том, что позаботьтесь сами, пожалуйста, о себе, не пользуйтесь непроверенными средствами. В преддверии холодной поры особое внимание уделили опасностям и на водных объектах. Тонкий лед на водоемах, который представляет опасность и для детей, и для взрослых любителей зимней рыбалки. Такие любимые места отдыха, как лесное озеро, келарские и скидские пруды, по-прежнему будут привлекать людей. Важно, чтобы они не забывали об осторожности. Участники совещания сошлись во мнении о необходимости регулярно информировать людей, в том числе и в средствах массовой информации о правилах безопасности. Казалось бы, они давно всем известны, но статистика наглядно показывает, что огонь и вода и в 21 веке угрожают хрупкой человеческой жизни. Владимир Новоселов, Любовь Лукашина, Сергей Власов, День города. Владимир Новоселов, Любовь Лукашина